Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко. Сейчас хочу затронуть одну довольно интересную тему. Речь пойдет о том, можно ли передавать в пользование, ну скажем так, близким знакомым, близким друзьям, свои транспортные средства. То есть машины, мотоциклы и так далее и тому подобное. Многие делают это очень легко и, ну как бы у них это не считается какой-то проблемой. Ну вот дай мне твою машину, наезжай, дай мне твой мотоцикл, ну наезжай. Я в последние, ну скажем так, довольно большое количество лет этого не делаю. Все знают, что я автомобиль никому не даю. Если надо, я сам сяду за руль, помогу, съезжу куда нужно, но автомобиль не даю. Почему такое произошло? Было это довольно давно, когда я еще пользовался мотоциклами. И вот три таких вот маленьких случая, которые подвигли меня к тому, что этого делать не следует. Во всяком случае без особой, уж очень-очень острой необходимости. То есть передавать свои транспортные средства кому-то. Первая история произошла с моим мотоциклом. Был у меня очень хороший мотоцикл, ЧЗ-350. Ну это двигатель Явы, мотоциклисты знают. Ну в принципе нормальный был мотоцикл, служил мне верой и правдой несколько лет. И вот часто так бывает. Один мой довольно близкий друг, Куда-то мы с ним ездили, тоже вроде бы умел на мотоцикле ездить и все такое. И вот он, ну как-то слово за слово это бывает иногда. Дай прокатиться на твоем мотоцикле, вот хочу посмотреть какой он. Я говорю, слушай, говорю, ну мотоцикл есть мотоцикл. Тем более одиночный, он требует определенного опыта. Ты давно не ездил. Мне не жалко. Ну вот сейчас вот поедешь, что-нибудь с тобой случится, ну я не знаю. Или мотоцикл просто повредишь. Ну это же не так просто. Мощная техника, надо соблюдать осторожность и навык. Да ну я умею, я ездил, я знаю. Тебе что жалко, что ли? У, ты какой там нехороший человек, жадный, не даешь. Ну я посмотрел, ну вроде бы не знаю, ничего страшного нет. Ну там место было спокойное, это было в лесу. Ну на, говорю, прокатись. Только, говорю, смотри осторожно, не пытайся что-то, машина скоростная. И вот он сел, поехал. И не проехал он на 50 метров. И вроде бы он сильно не разгонялся. Что у него там в голове заклинило и так далее. Ну вот как говорят, забывает где газ, где тормоз. И вот он почему-то газ не сбавляет, тормозит, не тормозит. Надо сворачивать. Он растерялся, не сворачивает. И по прямой, по этой лесной дорожке, как поехал и заехал в кусты. И завалился там в канаву. Так она бы еще была с водой. И сам улетел кувырком, ободрался там весь в этих кустах. И помял мне мотоцикл. То есть крыло переднее было помято. Ну я вытащил мотоцикл, смотрю, больше никаких серьезных повреждений нет. Он вылез из кустов. Ну дед, как я не знал, я не знал, я не понимал. Я говорю, ну слушай, ну вот говорил тебе, вот зачем тебе это надо, вот зачем. Ну вот, ну глупость же. Ну вот я не знал, я не понимал, я не понимал, извини. Ну извинился. А мне мотоцикл ремонтировать, ну мотоцикл, да бог с ним, а если бы он там шею свернул в этих кустах. Или на пенек какой-нибудь головой бы налетел, не дай бог. То есть как вот в этом случае. Ну поговорили и забыли. Прошло время. Следующий случай был, ну примерно тот же. Мотоцикл был у меня уже другой, из Планета Спорт. Ну тоже хорошая техника, мощный такой мотоцикл. Ну я не знаю, до сих пор мне нравится такая техника. Может быть он слегка примитивный, но как говорили тогда, зверь машина. Ну действительно, он был довольно легкий, 32 лошадиных силы по тем временам. Это ну серьезная техника. И вот то же самое. Один мой еще более близкий друг. Где-то мы в гараже встретились, он приехал там на машине. Тоже ездил на мотоцикле раньше. Да, это уже прокатиться. Я вот интересный, у тебя мотоцикл, я никогда не катался на таких. Я говорю, слушай, а дело было уже осенью. И самое интересное, кое-где уже ледок был, небольшие лужицы. Видишь, говорю, еще скользко где-то. Вот попадешь на лужицу, но ведь загремишь. И сам расшибешься, и мне неприятности. Уже как-то какой-то опыт у меня был прошлый, вот что дал одному тоже такому. Да ну ты что, да вот у меня же знаешь, был мотоцикл. Я потихоньку здесь поеду, просто посмотрю, как он, твой мотоцикл, никогда на таких не ездил. Ну вот я дрогнул что-то и дал очередной раз ему прокатиться. И вот как сглазил. Проехал он метров 20, вот прямо вот как раз какая-то лужица небольшая. Он по этой лужице юзом, ну надо было руль не трогать, он бы как-то проехал бы или что. Ну навыка нет, он растерялся. И бах-бах-набак. И сам кувырком полетел, и мотоцикл рядом. Сломал мне указатели поворота, мотоцикл был новый, еще жалко. Все это, конечно, легко восстановить, но так неприятно мне было. Ну вот подходит, извиняется, ну пригодит мотоцикл, ну извини. Вот так и так сам ободрался, тоже штаны он там порвал на коленки. Я говорю, ну вот взрослый человек, тебе не 16 лет, а нам было уже лет по 30. Ну ехал бы хоть потихоньку там или как-то. Ну не то чтобы очень быстро, но и немедленно поехал. И смотри перед собой, ну видишь лужа. Ты же ездил, ты же знаешь. Да я не думал, что вот он так, вот он всяк там, что его занесет и так далее. И вот был такой случай. Ну что делать? Ничего. На том и кончилось. Пришлось мне мотоцикл ремонтировать. Ну а друга, конечно, пришлось простить. Деваться некуда. И третий случай произошел тоже еще вот с моим вот этим вот Иш Планета Спорт. Тут я допустил самую серьезную ошибку. А дело было так. Мне довелось уехать, ну на некоторое время. И тут как раз обратился ко мне мой родственник, очень близкий родственник. Серьезный, в принципе, человек, по крайней мере, я так считал. Мы знали очень хорошо себя с детства. И вот он попросил у меня мотоцикл. Вот мне надо, вот мне вот то. Я там на нем буду потихоньку. Очень ему было нужно, как он объяснял. Ну и я уезжал, как раз говорю, ну ладно, уговорил, возьми. Только смотри, говорю, осторожно. Ну техника довольно такая, ну я не знаю, мощная. Как бы самое главное, чтобы ты не разбился где-нибудь по неумению. Но все равно навык должен быть какой-то. И вот я ему оставил мотоцикл. И что вы думаете? Он не разбился, мотоцикл не повредил. Приезжаю я через две недели. Смотрю, все в порядке. Ну как, говорю, о, говорит, мотоцикл у тебя зверь. Я, говорит, на нем поехал на трассу и начал мне рассказывать. Он рассказывает, у меня портится настроение. И начал мне рассказывать, как он на нем катался. Что 140, говорит, идет. Я сижу и думаю, елки-палки. Ну это он был в одном шаге от смерти. Ну потому что без навыка ездить на мотоцикле с такой скоростью, тем более на таком мотоцикле, по нашим дорогам, это, конечно, очень опасно. А я говорю, ну, я же тебе что говорил? Ты, говорю, езди потихоньку. Да я только проверить. Ты знаешь, как он едет, как он это, как хорошо. Ну, конечно, я был возмущен. Высказал ему, а если бы ты разбился? Не дай бог, конечно. Как бы это выглядит? Да ну, что ты, я вроде это, он так едет ровно, хорошо. А сам я думаю, попалась бы яма на дороге. И все, конец тебе. А дороги-то наши, сами знаете, какие. Ну, поговорили, я повозмущался. Ну, ладно, я забираю мотоцикл ехать. Тронулся с места. Елки-палки. Едет, конечно, все регулировки сбиты напрочь. И зажигание, и там карбюратор. Все сделано, не то, чтобы совсем не едет, но абсолютно сделано неправильно. Это я с первых секунд почувствовал, посмотрел, заглушил мотоцикл. Подхожу, говорю, а зачем ты, говорю, лазил в это дело? Ну, я решил, чтобы он получше ехал, побыстрее. Я говорю, куда тебе быстрее? Он ехал и так очень хорошо. Я знаю, что он был у меня настроен. Ну, вот, тем не менее, вот этот мой близкий родственник туда залез, все раскрутил. Ну, вроде бы пытался восстановить, но уже не смог. В конце концов, мотоцикл стал работать хуже. Ну, у меня уже и возмущаться сил не было, и я не стал больше ругаться. Повернулся, сел за руль и уехал. И продолжали мы дальше общаться. Больше эту тему я не затрагивал. И прошло некоторое время. Появились у меня машины, и вот одно время он ко мне обращается. Вот этот вот последний мой близкий родственник, который на моем мотоцикле экспериментировал. Те сказать, дай мне вот тоже машину твою, мне вот срочно надо, там, дня на три, там, куда-то то, сё, пятое, десятое. А тогда была Волга у меня, в принципе, очень надежный автомобиль, неприхотливый. Так-то бы, в принципе, никаких проблем. Но я ему тут и говорю. Я говорю, а ты помнишь мотоцикл, как я тебе давал? Во-первых, я тебе что говорил? На нем не лихачить? А ты сам мне рассказывай, что ты там делал. И зачем ты в него залез, там всё раскрутил, разрегулировал? Да я не знал, я вот не думал, я вот не думал. Я говорю, а как тебе машину дам? Ты будешь на ней ездить, а я буду ночью не спать. А вдруг ты разобьёшься? Ну, машину разобьёшь, это полбеды. А сам разобьёшься? Извини, говорю, обижайся, не обижайся. Больше ни мотоцикл, ни машину я тебе не дам. Да и, в принципе, наверное, никому не дам. Поскольку это чревато определенными последствиями. Может случиться так, что всю жизнь потом будешь себя клянуть за то, что дал вот технику кому-то в руки. С ним что-то случится, а виноват будешь ты. И будешь всю жизнь потом переживать. Уж не говоря о том, что технику могут и разбить. Поэтому, если что-то нужно кому-то помочь, я сам сажусь за роль. Надо тебе, садись, поехали. Если уж что-то экстренное. Автомобиль в руки. Я могу дать нескольким людям, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. И их очень немного. Но этим людям можно доверить не только автомобиль, а и свою жизнь. Так что, вот таким образом. А больше никому я автомобили и прочую технику не даю в руки. Как бы они ни просили и ни обижались. Вот такой мой подход к этому вопросу. Вот выскажите ваше мнение. Как вы считаете, правильно я поступаю или нет? Ну и в конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания.